Очень, кстати, сейчас популярной становится в нашей стране. Это малый и средний бизнес. Но для того, чтобы эти люди были успешными, они должны иметь возможность учиться у других людей. У тех, кто это уже сделал, побоялся этого сделать. Сделал здесь. Мы сегодня видели много проектов. Это и туристические компании, это и производство огурцов на территории Калмыкии, это производство одежды, это художники неповторимые, которые здесь наделись и здесь творят. И таких проектов может быть много. Национальная премия «Битый успех» — это как раз вот об этом. Чтобы люди пришли, увидели, как это сделали другие, поверили в себя. А когда они еще видят и поддержку властей, которые демонстрирует республика Калмыкия, то, конечно, многие из тех, кто сегодня издали, кто еще думает, колеблются, они примут правильное решение. Сегодня надо идти в молодежи. Анастасий Сергеевич, а, скажите, пожалуйста, вот санкции, санкции, а нет, раздельных на малом и среднем бизнесе. Вы знаете, сегодня как раз выступал ваш земляк, который производит огурцы, по-моему, целинность. Он как раз сказал, что ему это очень помогло, поскольку у него было время, когда на рынке не было конкурентов. И именно тогда он принял решение производить здесь, заниматься растением водства в республике Калмыкия. У него было всего 5 миллионов рублей, они собрали эти деньги со всей семьи. И эти две теплицы прекрасно работают. Производят такие огурцы, которые известны не только на территории республики, но и за пределами. И я думаю, вот это правильное решение на какие-то ограничения, пусть они абсолютно ничем не оправданы, высосанные из пальца, нужно отвечать больше свободой, больше предпринимательских институтов. Спасибо.